Участок земли вдоль улицы Солнечной в районе 40-го дома в центре спорной ситуации. Владелец территории еще пять лет назад решил построить здесь спортивный комплекс. Одно здание возвести удалось, затем работа приостановилась и пришла пандемия. Теперь спортсооружение для владельцев участка строить невыгодно. Прибыль можно получить только после строительства жилых домов, в котором обещают выделить помещение для объектов социальной инфраструктуры. Мы не закончили геологические исследования, Поэтому сказать, как могут быть поставлены дома 2, 3, 1, какой высотности, мы не можем. Ни один другой специалист этого сделать не может. Но то, что учесть социальные объекты в нашем комплексе абсолютно реальное, я вам это подтверждаю. Однако местные жители против такого развития событий. Они беспокоятся, что новые квартиры усложняют жизнь плотно населенного микрорайона. Потребуется еще больше ресурсов социальной инфраструктуры, парковочных мест и, возможно, новых дорожных развязок, чтобы не стоять в пробках уже на выезде со двора. Жители дома, когда приобретали здесь квартиры, по плану, по генплану, здесь было строительство спортивного комплекса. То есть с мыслями об этом комплексе покупали люди квартиры. Может быть, тут и не купили бы, если бы сразу сказали, что тут жилые дома будут. Выслушать обе стороны и помочь им прийти к компромиссу, на место приехала глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с жителями микрорайона и с владельцем участка. Стороны озвучили свои предложения и идеи. Теперь все это они выскажут на публичных слушаниях по этой территории, которые состоятся в ближайшее время. Договорились идти поступательно, что действительно сейчас будут проводиться общественные слушания. Я призвала всех жителей, какой бы их мнение ни было, но в обязательном порядке принять участие, чтобы было понятно мнение большинства. Надеюсь, что в дальнейшем они найдут компромисс, и их соседство будет удобно для всех. Пока на самом участке никаких работ не производят. О возможном спортивном комплексе напоминает лишь одно строение и футбольные ворота на участке. Смогут ли здесь проводить матчи и тренировки, или все же кто-то заселит это место, ответ на этот вопрос можно будет узнать только после публичных слушаний. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.